1 сентября 90 тысяч барнаульских школьников сядут за парты. Из них более 10 тысяч сделают это впервые в жизни. Дарить знания помимо сформировавшегося профессионального штата педагогов будут также 100 молодых учителей. В новом году ставку делают не только на образовательный процесс, но и на воспитательный, отметили на горсовете. Усиление воспитательной работы, появление советников, директора по воспитательной работе, специально обученный человек, который будет транслировать всему педагогическому сообществу те цели и задачи воспитательной работы, единые, согласованные по всей стране. Глава города напомнила важность реализации нацпроектов, в том числе и создания дополнительных мест в школах. Так, с 2016 года по настоящее время, благодаря проведению оптимизационных мероприятий за счет городского бюджета, в школах создано более 6 тысяч дополнительных мест, в том числе в 2022 году 630. Мест станет еще больше. Прямо сейчас в Барнауле строят школу в микрорайоне «Спутник» на 550 учеников и пристройку к основному зданию школы во Власихе на 400 учащихся. Образовательные объекты рассчитывают сдать в следующем году. На педсовете также отметили, что финансовые вложения в сферу образования в этом году увеличились на 2 миллиарда рублей и составили порядка 12 миллиардов. Школы преображаются. Появляется новая комфортная образовательная среда. Но все-таки акцент хочется сделать на другом. Акцент хочется сделать на вас. Потому что ни одна совершенно современная техника не будет работать без педагога. Глава города, руководитель профильного комитета и депутаты Гордуму поздравили педагогов со стартом учебного года. Кстати, 1 сентября в этом году во всех школах начнется с поднятия государственного флага и исполнения российского гимна. Валентина Аскерова. День с толком.